Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Затем переехал в Севастополь, где возглавлял проект по строительству завода по переработке пластика. Предыдущим руководителем корпорации развития Кировской области была Левтина Полихова. Она проработала всего несколько месяцев. Программа Экономика. 25 тысяч кировчан стали самозанятыми. Это данные Кировского управления налоговой службы на начало января. Из этих 25 тысяч, 19 тысяч выбрали регионом осуществления деятельности Кировскую область. За год суммарно самозанятые задекларировали 2 миллиарда 800 миллионов рублей дохода. Налогов они заплатили 74 миллиона. 46 пошло в бюджет Кировской области. 27 миллионов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Экономика. На 101 ФМ. Каждая седьмая компания Кирова планирует переводить больше сотрудников на удаленку. Такой формат работы практикует половина организаций города, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob. В Москве и Санкт-Петербурге удаленка распространена больше, более чем в 60% компаний. В Кирове чаще всего позволяют не приходить в офис IT-сотрудникам, бухгалтерам, менеджерам по продажам и кадровикам. Рекомендации Минтруда увеличить число удаленных работников собираются выполнить 15% работодателей России, 14% работодателей в Кирове. Добавлю, что по данным Министерства труда сейчас дистанционно работают около 3 миллионов россиян. В завершении о курсах валют на сегодня официальный доллар стоит 74 рубля 72 копейки. Курс евро 85,38. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ